здравствуйте друзья сегодня будем рассказывать вам про надувную палубу эрдек значит эрдек это надувная палуба высокого давления призванная заменить привычную всем палубу из водостойкой фанеры и сегодня уже большинство производителей лодочных в базы комплектации к своим надувным лодкам отдают именно надувную палубу высокого давления это гораздо проще и легче проще в сборке легче в транспортировке водостойкая фанера весь очень серьезно надувная палуба эрдека ну будет весить там порядка 3 5 килограмм не больше значит что из себя представляет вообще сам материал материал из себя представляет такой сэндвич до из двух пластов плотной ткани там 1100 полторы тысячи грамм на квадратный метр что в купе дает там для эрдека до 800 где-то в среднем и между собой эти два пласта ткани связаны стянуты волокнами за счет такой конструкции собственно палуба и может держать жесткую форму при этом являясь надувной конструкцией как я уже и сказал раньше делается все это здесь довольно плотной ткани почему центре на этом внимание очень много рыбаков или просто водомоторников которые используют надувные лодки переживают а что же будет с их надувным дном она же надувная уже может порваться я уронил крючок там и все сопутствующие истории нет такого не произойдет у вас лодка как правило скроена из гораздо менее плотной ткани обычно лодки делаются там 850 грамм 750 но может быть 900 здесь у вас ткань 1100 грамм минимум и чтобы проколоть или повредить этот продукт ну надо действительно постараться и приложить определенные усилия к этому надувается донышко очень легко при подходе на водоем у вас там это займет ну не больше двух-трех минут при условии что вас есть компрессор автомобильный либо какой-то другой электронасос вручную в ножную будет гораздо дольше но тем не менее все равно будет быстрее и безопасней для ваших пальцев чем собирать обычный фанерный паил вообще изделие из эрдек накачиваются насосами высокого давления но для паила в лодку обеспечивать давление в одну атмосферу допустим как это делается там в сабордах или других изделиях из эрдек они обязательно вам будет достаточно 0 4 0 5 атмосферы и этого давления вы легко сможете достичь с помощью автомобильного компрессора который у большинства пользователей есть при покупке надувного дна высокого давления в time trial вам в комплекте будет доставаться переходник на автомобильный компрессор то есть заморачиваться об этом совершенно не нужно да действительно вы сможете накачивать не только свою палубу но еще и лодку и любые другие изделия с этим переходником вообще такая надувная палуба как и любое изделие из пуха должна вам послужить порядка 10 лет а теперь на примере лодки altair мы с вами посмотрим как же нам снять замеры для того чтобы заказать себе донышко в лодку значит для того чтобы более объективно даже не объективно а точно определить размеры которые вам нужно отдать менеджеру продажам time trial чтобы вы получили свой надувной паел вам нужно измерить в нескольких контрольных точках ширину вашего кокпита из расчета значит не от стыка до стыка мне от того места где у вас баллон с донышком соединяется отступив от этого места два сантиметра то есть от самого самого края выступаете пару сантиметров измеряете то же самое с другой стороны тоже два сантиметра должен быть отступ в итоге вы получаете размер у транса то же самое вам нужно будет произвести тех местах где визуально у вас обводы лодки сужаются либо расширяются то есть в зависимости от модели лодок и от производителя они могут меняться до определенной части баллон у вас там будет идти 78 допустим кокпит и чуть подальше он уже будет не 78 а 77 с половиной просто потому что так скрой на обводы лодки но соответственно вам нужно замерить у транса центр и носовую часть тут надо быть повнимательнее и по возможности все-таки взять картонку картонка все это прессовать отмерить по сантиметрам как у вас выстроен кокпит у носа также важная часть вам необходимо отмерить место где у вас находится клапан для надува келя здесь также будет вырезаться отверстие в вашем дуном пайоле для того чтобы вы могли при необходимости стравить давление или накачать наоборот ваш на зону кель не снимая при этом ваш надувной пайол еще один важный момент здесь если у вас трансовая лодка находится сливной клапан к нему тоже нужен доступ и вы при своем заказе при своем тезе обязаны просто указать иначе вы не сможете дотянуться если вы укажете о том что вам нужен доступ к сливному клапану что у вас есть мы обязательно вам сделаем здесь такое полу отверстие через которое вы сможете дотягиваться и очень удобно спускать воду опять же не снимая пайола вообще конкретно эта лодка альтаир sirius 335 если не ошибаюсь в базе идет уже с надувным пайолом высокого давления поэтому здесь в принципе если только замена в случае там прорыва или или просто вас уже срок годности скажем так вышел материала есть другие лодки с другими обводами в которых тоже нужно обратить внимание на определенные вещи вот допустим старенькая старенькая лодка здесь обводы выполнен совершенно по-другому нежели у альтаира здесь идет резкий перепад у носовой части резко задран нос и в том случае если сюда поставить на дуной паю высокого давления то за счет разницы в жесткости этот паил будет нос выгибать просто и в случае если лодка довольно уже старая может вырвать швы в общем последствия для лодки может быть действительно печальными таком случае надувной паил лучше делать с обрубленным носом то есть до конкретно той части где этот нос собственно задирается так у вас появится жесткая палуба надувная жесткая палуба высокого давления и при этом вы свою лодочку не повредите ничего с ней не случится ну все рассказали вам про эрдек подписывайтесь ставьте ваши лайки и следите за нашим новостями а